Мы здесь представители общества бурятской культуры города Киева. Я представитель этого общества. Меня зовут Бата Цириндаржеев. Недавно в интернете было размещено видеообращение боевых бурят Путина к испуганным, напуганным украинцам. Это вызвало определенную волну, реакцию, на которую мы решили дать свой ответ. Я его зачитаю. Земляки, содержание и форма этого обращения вызывает у нас, членов общества бурятской культуры в Украине, мягко говоря, недоумение или, как говорят политики, озабоченность и обеспокоенность. Мы надеемся, что цель вашего обращения – налаживание дружеских связей между бурятским и украинскими народами. Но вы выбрали крайне неудачную форму для достижения этой цели. Очень трудно дружить с человеком, который тебя называет напуганным, а себя боевым. Вы еще очень молоды, и хочется верить, что ваше обращение – плод недостаточной информированности, чрезмерной доверчивости одному медийному пространству. Это результат недостатка опыта, самостоятельно, обоснованно, без эмоций, оценивать сложные ситуации в мировой политике. Буряты, как почитатели Будды, знают, что есть три основных препятствия, которые нужно преодолеть на пути к освобождению от страданий. Первое – это неведение, незнание и невежество. Второе – это гнев, злость и ненависть. Третье – это гордыня. Далай-Лама в своих лекциях постоянно напоминает нам, что сострадание – это основной инструмент самосовершенствования. Очевидно, вам и нам нужно много трудиться в этом направлении. Успехов вам в этом сложном жизненном пути. Мир вашему дому. Меня зовут Татьяна, я живу в Украине с 92-го года. За это время у меня встречались на пути различные неприятности, неудачи, но никогда это не было связано с тем, на каком языке я разговариваю или с моей национальностью. Сегодня в свете кровопролитных событий на востоке Украины я хочу обратиться в первую очередь к матерям. В Украине нет ни одной причины, по которой ваши дети могли бы взять оружие и направить его на нас, на наших детей. Все вопросы можно решать мирным путем. Мои дети в Украине и мои племянники в Бурятии примерно одного призывного возраста, так же, как дети моих друзей, многих одноклассников. И самое страшное для матери – это потерять своего ребенка. На Украине нет фашизма, нет шовинизма, нет ненависти, не верьте лживой пропаганде. Украину и Россию связывают очень много культурных и родственных связей, и придет время, когда они будут восстанавливаться. И для каждой матери будет важно в тот момент, с ней или рядом ее сын. Давайте остановим эту бессмысленную бойню. Давайте восстанавливать мир и наши дружественные и родственные отношения. Меня зовут Артур Табхаров. Я бурят, который родился в Украине, и уже почти 40 лет здесь живу. Родился и вырос я в Киеве. Что бы я хотел сказать, значит, украинцев, очень многих украинцев есть родственные связи с Бурятией. Очень многих связывают там теплые воспоминания, целые этапы жизни, которые знают, что Бурятия – это прекрасная страна. Мы хотим, чтобы Бурятию знали не потому, что Бурятия приезжает воевать в Украину, но мы хотим, чтобы Бурятию знали как родину великих, выдающихся людей, как многонациональный край, где живут люди разных конфессий, место, где до сих пор читают книги на древнетибетском. Не может быть ни одной причины, чтобы мы воевали, чтобы с оружием приходили сюда, на нашу землю. Это касается и Бурят, и это касается и других национальностей. Украина – многонациональное государство, Россия – многонациональное государство. Не должны народы воевать друг с другом. Дорогие земляки, меня зовут Татьяна, я родилась в Бурятии. Судьбой оказалась здесь. Мне кое-кто говорит, что я забыла свою родину. Я не помню, откуда я, какие у меня корни. Напротив, я очень люблю, помню свою родину, скучаю по ней. И то, что происходит сейчас, настолько болезненно воспринимается не только мной, моими друзьями. И мне хочется сказать одно – воюйте лучше на любовном фронте, а не в чужой стране.